В современный век цифры информации о каждом из нас становится все более доступной. И сейчас российские власти задумываются над тем, чтобы информацию о каждом из нас привязать к стоимости полиса ОСАГО. Законопроект о новом порядке формирования тарифов ОСАГО уже внесен в Госдуму. Его автор, Министерство финансов, предлагает устанавливать цену полиса индивидуально и ввести новые виды страховки с разными лимитами выплат. Уже достаточно давно действует тарифный коридор ОСАГО. И уже достаточно давно многие компании самостоятельно устанавливают какую-то часть тарифа, базовую ставку, для разных категорий водителей и страхователей. Да, сейчас это немножечко больше зарегулировано со стороны Банка России. Предполагается, что часть коэффициентов будет отменена. Минфин предлагает вместо мощности двигателя и региона регистрации учитывать стиль вождения. Эти параметры зафиксируют специальные телеметрические устройства, установленные на автомобиль. При этом Центробанк по-прежнему будет регулировать минимальный и максимальный размер страховых тарифов. По замыслу, для надежных водителей поле СОСАГО подешевеет. Нет ощущения, что произойдет какое-то значительное увеличение страховых тарифов, общей премии. Почему? Потому что буквально недавно у нас было расширение, очередное расширение тарифного коридора. И мы сейчас наблюдаем, в принципе, снижение средней премии. По нашим данным, оно составляет примерно 5,5-5,6% по отношению к такому же показателю прошлого года. А вот лихачить станет дорого. Полис ощутимо подорожает для водителей, часто нарушающих правила и попадающих в ДТП. Открыт вопрос и с новичками. Если цена ОСАГО для них станет непомерно высокой, водители станут ездить без страховок или покупать фальшивое. Если водитель не будет покупать полис по причине его дороговизны, то получается так, что я, например, или кто угодно, столкнувшись на дороге с водителем из группы риска, мы можем увидеть, что полиса у него нету и никогда не было. И что в этом случае делать? То есть в этом случае надо будет с ним судиться. Решить назревающую проблему могло бы прямое возмещение убытков. То есть когда я смогу пойти в свою страховую компанию починиться, а страховая компания уже подаст в суд на непосредственного виновника этой аварии и в обычном порядке отсудит с него там некоторую сумму денег. Плюс расходы на юриста, плюс на еще много на чего. Не поможет реформа и таксистам. В Москве такси участвуют в каждом десятом ДТП. Неудивительно, что полис ОСАГО для таксиста стоит около 60 тысяч рублей в год. И покупают его не все. Страховые компании тоже зачастую избегают невыгодных, статистически рискованных клиентов. Эта проблема была какое-то время назад. Она была достаточно серьезная. Мы на стороне ОСАГО реализовали несколько механизмов, которые, на наш взгляд, позволили эту проблему в значительной степени решить. Помимо всего прочего, даже вот то расширение тарифного коридора, о котором я уже говорил, оно тоже привело к определенным последствиям. И мы сейчас фиксируем значительное сокращение жалоб на недоступность. Тем не менее, наверное, все равно там какие-то отдельные ситуации могут иметь место быть. Поэтому у нас есть такой инструмент, который называется заключение договоров на сайте РСАГО. Напомним, что в декабре Центробанк ввел новые коэффициенты и расширил коридор тарифов ОСАГО. По выкладкам РСАГО премия снизилась в 81 регионе России, где проживает 97,5% автовладельцев. Конкретно для автомобилей физических лиц ОСАГО подешевела на 4%. Теперь проект либерализации ОСАГО рассмотрит парламент. Вступить в силу закон сможет в начале следующего года. О новом кроссовере Рено Аркана мы знаем практически все, да и продажи уже начались. Однако торжественный пуск производства здесь, на московском заводе Рено, состоялся только сегодня. Потому что едва ли не впервые в истории модель, задуманную и запущенную в России, ждет глобальное будущее. Российский офис Рено называет события торжественным запуском конвейера на полную проектную мощность. Это значит 200 машин в день, что косвенно рассекречивает план продаж. Мы вполне уверены, что Рено Аркана внесет существенный вклад в дело повышения доли Рено до 10% российского рынка. Помимо Тьерри Баларе поприветствовать заводчан и нажать на символическую кнопку приехали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Все рассказы о том, что промышленность уходит из Москвы, да, наверное, уходит, но уходит та, которая создает больше проблем, чем нового производства. Рено – это другой пример. Пример шага вперед в будущее. По словам мэра, на каждый рубль столичных льгот компания Рено вложила 6 рублей. И это удачный пример партнерства. Арканы и планы не исчерпываются. Мы сегодня ведем речь о производстве электромобилей в Москве. Это тоже очень важное направление, связанное с экологией города, с будущим транспорта не только Москвы, но и страны. О каких именно моделях идет речь, пока неизвестно, но московское правительство давно вынашивает план каршеринга электромобилей. На эту роль может подойти и серийный европейский Рено Зои, и перспективная бюджетная электричка на базе хэтчбека Рено Квит. Великая июльская среднемоторная революция свершилась в Калифорнии на специальном мероприятии, на котором дебютировал Chevrolet Corvette 8-го поколения. Культовый спорткар все 66 лет своей истории выпускался в классической компоновке с мотором спереди и задним приводом. Хотя идея среднемоторного корвета стара. Начиная с 60-го года инженеры General Motors построили множество концептов и экспериментальных машин, но ни одна из них в серию не пошла. До сегодняшнего дня. Знакомьтесь, это восьмой корвет в версии Stingray, то есть в кузове Тарго со съемными секциями крыши. Силовая структура кузова выполнена из алюминиевых сплавов и как на хребет нанизана на жесткий центральный тоннель. Большинство деталей кузова стекло- или углепластиковые. Сухая масса базового корвета немногим более полутора тонн. Например, передние и задние багажники, а также передняя панель сделаны из стекловолокна и смолы и получились настолько легкими, что не тонут в воде. В салоне развернутый к водителе экран мультимедиа-системы, скошенный сверху и снизу руль. Приборная панель полностью виртуальная, с экраном на 12 дюймов. Атмосферный двигатель LT2 – это модернизированный LT1 от предыдущего корвета. Место механической и автоматической коробки занял первый в истории корвета восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями. С опциональным пакетом Z51 Performance разгон до 60 миль в час занимает менее трех секунд. И это фактически базовая машина. За ней последует множество модификаций и специальных исполнений. Отправлена в отставку и архаичная подвеска с поперечной рессорой. Спереди и сзади теперь классические двухрычажки с пружинами. Выпуск корвета наладят в конце года на заводе Bowling Green в штате Кентукки. Цены пока не объявлены, но базовую обещают продавать менее чем за 60 тысяч долларов. Показанный в прошлом году паркетник Audi Q3 еще даже не добрался до России. Но уже дебютировала новая вариация – Q3 Sportback. Приплюснутый сверху небольшой кроссовер от исходника отличается рисунком восьмиугольной решетки радиатора с сотами вместо прямоугольных ячеек. Габариты почти не изменились. Крыша занижена на 3 сантиметра и стала более покатой из-за сильного наклона задних стоек. Объем багажника в стандартной конфигурации не изменился, а вот при сложенных задних сидениях емкость все же упала на 125 литров. Зато продольная регулировка заднего дивана включена уже в базовую комплектацию, хотя диапазон смещения уменьшен с 15 до 13 сантиметров. В остальном внутреннее убранство Sportback'а идентично стандартному кроссоверу со слегка развернутой к водителю центральной консолью и экраном мультимедиа-системы на 10 дюймов с четвертью. Двигателей пока два – бензиновый и дизельный. Оба двухлитровые с турбонаддувом. Позже появятся еще две версии – полуторалитровый бензиновый турбомотор на полторы сотни сил и топовый двухлитровый дизель на 190. В трансмиссии может быть шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот S-Tronic. Для начальных версий доступен передний привод, а мощные – только полноприводные. Европейские продажи кроссовера начнутся осенью, а выпускать модель будут на венгерском заводе в Diori. В Германии Sportback стоит на 1600 евро больше обычного Q3, а в России новинка появится в следующем году. Известно, что все машины для нас оснастят роботами, а начальным двигателем будет не современный турбомотор 1.5, а привычный уже 1.4.